Приветствую вас, мои дорогие! С вами снова Алла Касаткина, и мы продолжаем с вами снова утренние денежные мысли. Сегодня я хочу с вами подговорить вот о чем. Когда у вас мало денег, вы мало кому интересны. На вас обращают внимание, но постольку-поскольку. Но вы же поймите, что толку уделять вам много внимания или считать мелочь в вашем кошельке. Абсолютно неинтересное занятие, правда? А вот когда у вас прибавляется денег в кошельке, когда у вас начинает водиться денег больше, чем у вашего окружения, вы для всех становитесь чертовски интересны. Внимание к вам возрастает не просто на одного-двух человек, а внимание к вам растет в разы в геометрической прогрессии. Потому что в этот момент ваша жизнь и все, что в ней происходит, становится просто таким, знаете, сериалом в реале, который можно наблюдать, сценарий, которого можно немножко видоизменять в зависимости от того, кому ты что хочешь рассказать и что бы ты подумал, видя чужую жизнь. То есть вашу жизнь начинают приукрашивать, за ваши поступки начинают что-то додумывать, ваши мысли начинают переиначивать, ваши планы начинают перекраивать. Короче говоря, вашу жизнь рассматривают под увеличительным стеклом. И многие начинают в этот момент включать заднюю передачу и пытаться откатиться назад, либо изо всех сил заслужить любовь тех, кто пытается их обсуждать, участвовать в их жизни, вмешиваться и чего-нибудь там пытаться ей руководить. Мои дорогие, угодить всем вам не получится. Даже если вы возьмете все свои деньги, которые вам неожиданно удалось заработать, или сэкономить, или выкроить, пока все остальные их просаживали, даже если вы все свои вот эти вот подушку безопасности отдадите желающим поучаствовать в вашей жизни, вам не получится удовлетворить всех, всегда останутся недовольны. Поэтому будьте готовы, что как только у вас появится денег больше, чем у окружающих, за вас будут придумывать то, что вы не говорили, присваивать вам поступки, которых вы не совершали, и иногда даже обвинять в тех смертных грехах, которые вы тоже даже не мыслили для себя совершать. Что делать в этой ситуации? Первое, решить, что для вас важнее, иметь больше денег или быть незаметной и бедной среди своего окружения. Если для вас важнее деньги, просто привыкайте к тому, что да, вы будете всегда находиться в центре внимания. Позже надоест, потому что кто-то появится с большими деньгами, чем у вас, или вы просто перестанете на них реагировать, а они, обидевшись на то, что вы не обращаете на них внимания, переключатся просто на кого-то другого. Поэтому нужно просто переждать, если для вас важны деньги. Если вам очень страшно, и вы не знаете, как вести себя с тем, что люди будут на вас обращать очень много внимания из-за того, что у вас появятся деньги, но деньги для вас важны, приходите в тренинг «Женщины и деньги», и там мы с этим страхом будем работать больше, чем уверенно, что даже после первой-второй недели тренинга вы себя будете очень четко чувствовать, и вообще никакие мысли вас не заденут. Но сегодня очередное задание. Напишите в комментариях, насколько вы зависимы от того, что о вас думают, насколько вам важно то, как реагирует ваше окружение на изменения в вашей жизни, и насколько вы готовы совершить поступок или поступки, которые выходят за, будем говорить, рамки принятого поведения в вашем окружении, насколько вы готовы предъявить то, что вы выходите на новый уровень доходов своему окружению, готовы ли вы к тому, что ваши поступки будут рассматривать под микроскопом. Прямо здесь, в комментариях, под этим аудио, пишите, что вы думаете по этому поводу, какие для себя выводы вы готовы сделать ради того, чтобы ваше материальное положение улучшилось, чтобы денег в вашей жизни стало больше, чтобы чувствовали вы себя комфортнее и увереннее. Естественно, моя поддержка и вера в вас, они с вами. Я верю в то, что у вас получится. Жду ваших комментариев и обещательно на них отвечу. Всем пока-пока, хорошего дня. С вами была Алла Касаткина.